Россиянкам предложили спать с мигрантами для поддержания демографии. В очередной раз отличились ученые-дурачки из Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской Академии Наук. Исследователи пришли к мнению, что мигранты из Центральной Азии считают главной ценностью крепкую семью и хороших детей, в то время как для жителей Москвы на первом плане стоит карьера. У них заметно различаются и репродуктивные установки. На многодетный тип семьи три и более ребенка ориентированы в два с половиной раза больше мигрантов, чем москвичей. У приезжих отмечаются более ранние рождения детей, что создает лучшие возможности для многодетности, отмечают исследователи-дурачки из Иран. России. Уже пора бороться за привлечение в страну трудовых мигрантов. Таким якобы образом в связке с мигрантами россияне смогут рожать больше, отметили в институте демографии РАН. Теперь я объясню, почему дипломы этих ученых мужей годятся только для использования в туалете. Начнем с того, что 90% мигрантов, приезжающих в Россию, уже имеют семьи на родине. Также те оставшиеся 10% их семьи пытаются женить на соплеменницах. Показателем является такой обычай, как свадьба с тюбитейкой. В чем он заключается? Пока мигрант пускает корни в России, его родственники женят его на родине. Они устраивают свадьбу, где есть все – невеста, родственники, друзья и односельчане. Все, кроме самого жениха. На его место, рядом с невестой, кладут тюбитейку. В последующем мигрант приезжает раз в год, чтобы сделать жене очередного ребенка, а потом возвращается в Россию. Ученые-дурачки из института узнали бы об этом, если бы провели настоящее исследование. По сути, они предлагают россиянкам быть обычными подстилками. Довольно часто россиянки спят какое-то время с мигрантами, а потом узнают, что недавно у них была свадьба на родине. Потом следует стандартный ответ. Наташа, я тебя люблю и хочу тебя использовать. А жениться на соплеменнице меня заставили мама. Разумеется, ведь для его семьи любая русская считается распутной девкой. И вот вопрос. Оно вообще того стоит? Позовите тех самых профессоров, авторов этого исследования, и я проведу им трехчасовую лекцию по этой теме. А еще лучше, нужно отозвать все их ученые степени. Справедливости вам и терпения. Мы рассказываем истории обычных людей, до которых нет дела крупным СМИ. Поэтому, чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.